всем привет это дача алекса это дача алекса а дома за рецептами кухня алекса мы снова едем на дачу приглашаем вас с нами прогуляться поздороваешься со зрителями добрый день зрители нашего канала алекс сегодня без передника алекс сегодня фуражки и готов работать как бельгийский конь на дачном участке мы даже не знаем толком что будем там делать но что-нибудь да найдется съездить надо на разведку это наша первая весенняя поездка до этого были зимние поездки съездим посмотрим снег может где-то покидаем может что-то обрезку какую-то сделает так что приглашаем с нами надо проверить уровень воды в баке что там у нас баки творится чтобы была вода для залива в отопление потому что пока включат воду с водопровода там уже надо уже на будет что-то сеять там да у нас системе отопления заливается вода 200 литров каждую весну заливаем каждую осень сливаем слишком дороговато пока купить жидкость для систем отопления которые не приходилось бы сливать но в принципе мы в холодное время года все равно бы не не топили не ездили мы не живем на даче поэтому у нас в принципе не затруднит александр николаевич 20 ведер или сколько там получается ну до 19 или 18 ветер получать 19 20 ведер перетаскать ох он же в тренажерном зале работает еще не стоит на второй этаж на втором этаже у нас заливаются и на первом этаже а так отапливает весь этаж вот такая у нас система в саду так что нам нужна водичка по весне дождевая вода для отопления то самое то это как дистиллированная вода потому что там не получается ни накипи не окислов не образуется в трубах это очень хорошо но все поехали по дороге чуть-чуть нашего челябинска покажу и и и и и и и и и в городе снега уже вообще почти нет с PTSOLW скрыть чё в лесу все бегу бы его лежит и полный лес снега и одной стороны и с той стороны то же самое. Дорога какая и вокруг снег. Весь лес. Поле какое белое. Все прям в снегу. Ну все, приехали. Машину оставили управление. Там у нас наверное метров может быть 100-200 идти. По дороге грязно. Поэтому чтобы колес машин не пачкать. Но зато сами шли еле-еле. Оказалось, что оставили от гаража ключ в машине. Муж обратно вернулся. А я вот сейчас по саду хожу, смотрю как тут у нас. Много еще снега. Реально много. Чуть-чуть вот по краям уже отступает. Дорожки то сухие, потому что мы их чистили и вообще на них тает конечно все быстрее. Вот тут с одной тучки у меня сдуло коробку. Часть тут примерзла. Сейчас надо будет это отрывать. Сейчас муж подойдет. Перчатки одену и буду тут отрывать. И я хотела в идеале бы конечно боюсь за хвойные. Хотелось бы мне подогреть воду и тепленькой водичкой пролить их. Чтобы корневая система быстрее проснулась. Чтобы хвой не обгорела. Тут у нас вообще он под снегом вся горная сосна. Сейчас я тоже попробую что-то сделать. Как-то ее разгрести. Не столько хвою, а сколько под ней. Главное, чтобы корни быстрее прогревались. Там все вроде бы нормально. Все под коробками. Это у нас тут растение. Сейчас розу я приоткрою, чтобы проветривала нижнюю часть. И там вот у нас горную мы. Ой, вернее эту голубую ель. Закрывали немножко. Ну так закрыли, что сдуло ее. Тут у нас клубника вся под снегом. В тепличке тоже хорошо. Ну уже клубнику живая. Никто ее тут вообще не закрывал здесь. Это она хотя бы под ветками. Чистить буду клубнику. Потом тоже покажу. И сейчас буду решать, что это со смородиной. Хочу их развязать и подрезать, обрезать. Покажу все, что буду делать. Там посмотрю еще крыжовник. Смородина это первая ягода, которая быстрее всех просыпается. Крыжовник тоже. Сжималась, по-моему, тоже. Орехи тоже посмотрим. Они у нас первый год были. Подмерзли, я показывала. Но сейчас не знаю, что будет. Надеюсь, что ничего с ними не будет, потому что морозов в этом году не было. Я их все пообрезала. Они только молодые повырастали веточки. Тут вот более-менее первый сохранился из старых веток. А эти сильно обрезала все вымерзли ветки. Хотя и они были пятилетние, наши орехи. Ну вот как-то так вот наш садик выглядит. Малина уже вся практически. Сейчас надо будет нам посыпать. Нам что-то свекровь сказала посыпать на малину. Не помню. Надо будет позвонить. Она нам скажет. Все, сейчас развязала малину. Ой, вернее, развязала смородину. Все. Протоптала тропинку. Сейчас покажу. Вот я все развязала. Мне свекровь их всех обвязывает на зиму. Протоптала здесь тропиночку, чтобы можно было пойти и снег не нагрести в сапоги. Вот. Сейчас я хочу ее обрезать. Вот все обрезала. У нас 7 кустов смородины. Это черная смородина. Обрезала. Вот веточки валяются рядышком. Сняли, убрали все укрытия. Мы стуй, туйки наши, хвойные, все елочки. Там немножко вот, но она не споломалась, загнулась от снега. Наша сербская ель. Вот эта вот. Там у меня под коробкой еще роза осталась. Я ее приоткрыла, чтобы внизу было пространство. Воздух проходил. Вот. Грушу с яблонькой молоденький тоже убрали, укрытия открыли все. Ну, а эти стволы потом уберем. У меня неохота там топтаться. Грязно. Вот так вот. Ну, что, как тебе сегодняшняя наша поездка в сад весенняя первая? Ну, что, всегда первая блинкома, но у нас не кома. У нас все получилось нормально. Все, подкормили мы смородину, подкормили мы малину удобрением селитрой. Раскидала. Да, раскидали снег у входа в дом. На грядочках открыли наши елочки, наши груши, яблоньку новенькую. Пусть они уже принимают первые лучи солнца весеннего. Ну, а так, вроде, так, ладно. Порядок. Все нормально. И еще мы сделали замеры нашего пола в доме. В доме у нас две небольшие комнаты и кухня. Мы хотим менять, ну, не то чтобы хотим, но придется. Нам надо вскрывать полы, ремонтировать полы. Смотреть, что там, где, возможно, сгнили лаги. Потому что пол... Ну, и лаги, и, возможно, пол, потому что там прогибается в зале. Просел, местами просел, местами как-то покосился. С полом, короче говоря, непорядок. И вот мы сделали замеры для того, чтобы купить доски. Рассчитать, сколько надо нам... Ну, посмотрим, что там будем делать. Досками или ДВП или КУИК ДЭК плитами. Посмотрим. В общем, у нас уже дошла очередь до внутренней отделки. Да, снаружи весь дом сделали. Красоту мы навели. Но мы на фоне его специально стали. Теперь будем делать внутряночку. Сначала вскрывать, наверное, будешь пол смотреть? Конечно. Или сначала покупать? Конечно, вскрывать. А зачем тогда замерял? Ну, прикинуть, чего нам нужно, сколько досок или чего. По деньгам надо посчитать. Площадь тоже там немаленькая получается. Так что сейчас нынче строй материалы в цене. Поэтому посмотрим. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что нас смотрите. Подписывайтесь, если мы вам интересны. Наши дела. Наши кулинарные дела. Наши садовые дела. Ну, вот сегодня я, видите, обрезала смородину. Давала первый ценный совет. Будем глядеть дальше. Ну, все. Едем домой. Едем домой. Всем пока-пока. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!